Правсоюз ставит перед собой задачу защиты социально-трудовых интересов и прав членов правсоюза. Такое мнение выразил председатель Федерации правсоюзов Республики Казахстан Сатабалды Давлеталин, превышив Шымкент. Он принял участие в заседании Координационного совета Территориального объединения правсоюзов и профсоюзного центра Шымкента, где ознакомился с работами, проводимыми в данной сфере. Группа во главе с председателем Федерации правсоюзов Республики Казахстан Сатабалда Давлеталин, прибывшая с рабочим визитом в Шымкент, приняла участие в заседании Координационного совета. Они ознакомились с работой Территориального объединения правсоюзов за 6 месяцев текущего года. В целом за первые полугодия этого года в Шымкенте создано 12 первичных профсоюзных организаций, в которых задействовано 2043 человека. В совещании также приняли участие члены Координационного совета Территориального объединения правсоюзов города Шымкент и сотрудники Территориального объединения правсоюзов. Они рассказали главе Федерации о ключевых вопросах. Сатабалда Давлеталин, в свою очередь, предложил пути решения проблем и остановился на основной работе профсоюза. Сегодня в составе Территориального объединения правсоюзов Шымкента 8 отраслевых филиалов и 7 местных профсоюзов. В его состав входят 313 первичных профсоюзных организаций. Общее количество членов профсоюза составляет 57 347 человек. Уже за 6 месяцев текущего года были решены спорные вопросы в ряде учреждений. С начала года в 8 учреждениях произошел трудовой спор по вопросу заработной платы. Три из них входят в состав профсоюза Республики Казахстан. Спор в трех указанных учреждениях разрешен путем создания согласительной комиссии. А споры в остальных пяти учреждениях, которые не входят в состав профсоюза, решены в рамках акции трудовой консультации.